Как вы отнесетесь, если Зеленский уволит Залужного? Слушайте, но каждый день мы слышим о том, что и уважаемые издания, и вот сегодня даже уважаемые мировые издания пишут, что отношения между Владимиром Зеленским и генералом Залужным Валерием Федоровичем критические просто, что они очень плохие, их нет и так далее, и так далее. Хотя Офис Президента это опровергает. Я сегодня видел Михаил Подоляк, сказал, что это совсем не так. Ну, все задают вопрос, что происходит между Зеленским и Залужным? Ну, все задают этот вопрос. Мне очень прискорбно, конечно, что во время войны этот вопрос возник. Но мы такие, мы украинцы такие, что мы не можем без того, чтобы не воевать друг с другом, чтобы у нас внутри не было каких-то моментов, которые нас разъединяют. У нас в разгар войны опять Форион рот открывает. Причем она же не просто открывает рот, кто-то же ее поддерживает в этом открывании рта, кто-то же ее подпихивает. Давай, давай, вот именно сейчас. Именно сейчас, когда контрнаступление неудачи завершилось, мы это можем уже говорить. Когда русские прут, как ни в себе, там под Авдеевкой, под Купенском. Вот именно сейчас крайне важно, чтобы Форион опять поднимала тему языка. Крайне важно, чтобы в мировых СМИ муссировали тему, и у нас тоже, плохих взаимоотношений Зеленского и Залужного. Я считаю, что все, что работает на разъединение украинцев и Украины, все плохо. Особенно во время войны. Я считаю, что у нас сегодня должна быть одна цель и одна задача. Разгром фашистской России и привлечение ее лидера, нациста Путина, к уголовной ответственности. Поэтому мне хотелось бы, например, чтобы президент и главнокомандующие, обнявшись, вышли из кабинета и сказали, «Ребята, ну что вы там рассказываете, у нас все прекрасно». Мне бы очень так хотелось. Я бы даже просил их обоих это сделать для успокоения людей, потому что люди тоже нервничают. Вы что думаете, это благотворно влияет, эти слухи, на тех, кто находится на фронте или тех, кто даже в тылу находится и нервничает каждый день? Ну нет, конечно, это плохо влияет на всех. Поэтому я думаю, что даже если черная кошка пробежала, что вполне нормально, что может быть между любыми людьми. Даже если черная кошка пробежала, ради интересов страны надо, обнявшись вместе, выйти к людям и сказать, что у нас все ок. Так, хотим про Иванова и Петрова ваши расследования. Ребята, все будет, вы что думаете? Я завален материалом, у меня же еще кроме Иванова и Петрова что-то есть в жизни. Завален материалом на них огромным количеством, куча снята уже свидетельств людей, куча-куча всего. Все будет, вы не переживайте, я же не могу нахалтурить тоже, мне надо все систематизировать, разделить на части, на разделы. Это титаническая работа, много, они наследили очень много, эти два негодяя, поэтому все будет нормально. Если у вас возможно, где найти такой свитер, как у вас? Вы его уже не найдете, честно вам скажу. Я этот свитер купил в 1996 году в Соединенных Штатах Америки, в Бостоне. 27 лет назад. Представляете? Как вы думаете, с Порошенко будет интервью? Будет, конечно, со всеми будет интервью. Продай свитер. Купи. Купи, давай, меняю свитер на один дрон для армии. Готов? Пиши. Так. Почему на русском говоришь? Хочу, говорю, свободный человек, ребята. Вот многие люди в России, вот они, долбодятлы, конечно, они мне пишут. Ты ж такой украинский нацист, шо ж ты говоришь по-русски? Во-первых, я говорю и на украинском, и на русском языке. Мой язык домашнего общения, русский, потому что я родился в русскоязычной семье, и это мой первый язык, на котором я заговорил с детства. Для меня русский язык не является языком Путина, языком русских фашистов. Это они на нем случайно говорят, так получилось. Вообще нет ни одного приватизированного кем-либо языка. Немецкий язык не приватизировал Гитлер, русский язык не приватизировал Путин, я не знаю, там, испанский язык не приватизировал диктатор Франко и так далее. Так же не бывает, ребята. Язык это средство, язык нужен для чего? Язык средства общения и средства получения информации. Всё, не преувеличивайте больше. Общение и получение информации. Давайте я с вами буду говорить по-украински, хотите? Половина аудитории меня не поймёт. У меня многомиллионная аудитория. Многомиллионная. Моя аудитория находится на расстоянии от Казахстана до, я не знаю, до Аргентины. И объединяет эту аудиторию один язык русский, на котором они говорили ещё со времён Советского Союза. Поэтому, если вы хотите, чтобы я сузил информацию, которую я даю, давайте я буду говорить по-украински, а остальные не будут слушать и не будут слышать украинскую правду. Поэтому, слушайте, вот эти русские, которые пишут, что ты на нашем языке говоришь, я вам отвечу. Это не ваш язык. Вы вообще его недостойны. Вы безмолвные, у вас язык в жопе давно. Потому что вы выбираете этого мерзавца столько срока, вы выберете его сейчас опять. Поэтому, ваш язык жопный, а не русский. Это разница. Сырой Билык хочется сделать интервью. Сделаем. Так. Время войны на новостях и видосах таки начал понимать украинский. Ну, здорово. Я, кстати, по-украински с удовольствием говорю, когда компания украиноязычная, когда, там, людина, яка я моим героем интервью, она разговаривает лишь украинскую мову, и мы с ним спілкуемся чудово, выключено украинскую мову, и никто, никаких комплексов сто не мает. А когда есть возможность донести информацию до каждого, как же не доносить? Акунин хотел бы. Почему только Масичук берет интервью высокопоставленных лиц? Не знаю, может, потому что высокопоставленные лица хотят дать интервью Наталье Масичук. Это нормальная история. Так. С Тумсо Абдурахмановым просит сделать интервью. Дойдем. Почему Ротару молчит? Не знаю. Не знаю. У меня нет ответа на этот вопрос. Не знаю. Дмитрий, вы верите, что с таким обеспечением, которое... Которое что? Много вопросов. Которое сейчас предоставляет государственная власть для наших военных, на передовой можно победить РФ. Давайте говорить не о власти в целом, а давайте говорить о том, что у наших ребят нет должного обеспечения, потому что западные партнеры нам не все предоставляют из того, что обещали. Слушайте, ну, если должны были предоставить миллион снарядов, отдали 300 тысяч. Ну, есть же разница. Поэтому... Жопный язык, браво, это правда. Да-да-да. Я бы еще сказал жестче, но молчу. Так. Так, ладно. Как вам Латвия? Прекрасно, Латвия. Очень люблю ее. Бывал в Латвии неоднократно. И в Риге, и в Юрмале ездил, даже на хуторах бывал. Латвии большое спасибо, латышам всем, большое спасибо за поддержку Украины. Мы этого никогда не забудем. Мы вообще не забудем никого, кто в самую тяжелую для нас роковую минуту протянул нам руку помощи. И я не хочу слышать плохих отзывов о Польше, о поляках, например. Не хочу слышать, потому что, когда нам было критически тяжело, как поляки себя повели, как государство Польши себя повело по отношению к Украине. Ну, что вы. Спасибо вам большое. Всем, всем, всем. Тысячу раз спасибо, кто помог Украине. Да, Дмитрий, что по Поворознюку? Вы обещали. Ну, мы работаем. Я уже дал по Поворознюку публикации 10. Ну, я его уже размазал. Он уже лежит под лавкой. Он уже хрюкает там. У него уже слюна изо рта течет. Ну, что вам еще сделать с ним? Посадить я его не могу. Я сделал все для того, чтобы государство его посадило. Его крышует начальник УВД Кировоградской области полковник Роман Сергеевич Козьяков. Это его подельник. Я же об этом говорю. Мы уже показали все. Я уже показал людей, в которых Поворознюк стрелял. Показал женщину, которую он изнасиловал. Показал людей, кого он обокрал. Показал людей, кому он жег технику. На полмиллиона долларов. Рассказал обо всех его подвигах в особом специальном расследовании. Ребят, я же не могу быть биографом Поворознюка. Я еще выпускаю по нему ряд сюжетов. Но должно же быть и государство где-то. Но если государство не хочет садить человека, который стреляет в людей и убивает их. Ну, что я могу сделать? Ну, ответьте мне на этот вопрос. Вот те, кто пишут. Мне интересно, что вы скажете. Так. Интервью с Александром Шпак. Изучу кто это. Не знаю. Интервью с Шарием. Да, сделал бы. Если бы Шариф в клетке сидел, было бы интересно. А может и нет. Надо думать. Так. Друзья. Что может стать с Кубанией после войны? Вы знаете, я вам хочу сказать. Украина не Россия. Цитирую классика Леонида Даниловича Кучма. Украина не Россия. Мы не засихаем на земли инши икраины. Да, можно говорить о том, что на Кубани очень много украинцев. Может и больше, чем русских. Но мы же исходим из того, что границы неприкосновенны. И мы признаем границы на момент распада СССР. То есть границы 91-го года. Согласно границам 91-го года Кубань была в составе РСФСР. Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. Поэтому она должна оставаться в составе России. Вот так, если правильно. Мы говорим. Если заложный захочет баллотироваться, он выиграет. Боже, я не хочу говорить о выборах. Я не хочу говорить о баллотировании. Я хочу говорить о победе над Путиным. Перестаньте и над Россией. Перестаньте говорить о выборах. О баллотировании. О кандидатах. Мы что, уже победили Путина? Мы что, уже заставили Россию капитулировать? Да нам для этого еще такая дистанция. А мы начинаем опять о выборах говорить. Ну давайте уже Украину добьем изнутри. Западу невыгодно, чтобы побеждала одна из сторон победительную. Если вы думаете, что меня не настораживает, и я не вижу того, что Запад не дает России проиграть, вы ошибаетесь. Я вижу это. Запад реально не дает России проиграть. И не дает Украине выиграть. Но Запад думает прежде всего о себе. Да, мне может многое не нравится вообще в чем-либо. Но я остановлюсь на их место. Они думают о своих национальных интересах. Ну что мы. Так, мы в эфире. 35 минут. Я прошу вас, подпишитесь, пожалуйста, на мой телеграм-канал Дмитрий Гордон. Это сейчас самый крутой телеграм-канал будет. Он уже крутой. Из всех, которые есть у нас в Украине. По уровню, объему новостей. По их беспрецедентной непредвзятости. Они честные, они объективные, они проверенные. И очень интересные. Ну и я сам часто пишу там. И я контролирую всю работу. Поэтому, пожалуйста, подпишитесь на телеграм-канал Дмитрий Гордон. И вы видите у меня слева от меня на экране QR-код. Донат на дроны для ВСУ. 120 дронов мы уже приобрели для ССУ. У нас совместная программа, вы знаете, с Генеральным штабом Вооруженных сил Украины. Мы покупаем дроны. У нас есть ответственная от Генштаба, которая нам рассказывает, в какие бригады надо, сколько дронов. Я это делаю очень адресно, четко. Я открыл волонтерский счет давно еще в Монобанке. Это банка так называемая. И туда деньги идут из трех источников. Мои личные деньги. Деньги с продаж в интернет-магазине Гордон Шоп. И деньги, которые я собираю во время стримов. Мало того, я их и собираю во время встреч с бизнесменами тоже. Вот как в Буковеле недавно я собрал 27 тысяч долларов на дроны, я хочу сказать. Что очень даже, очень даже. Поэтому была у меня мечта 100 дронов для ВСУ. Теперь мечтаю о 200. 120 уже есть. Пожалуйста, все, кто мне верит, присоединитесь к этой программе. Это не фонд, где куча народу. Здесь нет даже никого, никаких сотрудников. Ничего. Это волонтерский счет. И деньги безнал, которые на этом счету оказываются, во-первых, все его могут проконтролировать. Любой. Заходит и контролирует деньги. Он идет в магазин. Из магазина дроны приезжают ко мне. Ко мне приезжают ребята, которые дают ответственные от генштаба. Приезжают ребята из бригад. Забирают. Акт приема передачи. Мы его публикуем прямо у меня в инстаграме. Поэтому прошу, кто сколько может, пожалуйста, пожертвуйте на дроны для ребят. Пишите, пишите, пишите. Блин, очень много вопросов. Они просто скачут. Мне иногда надо их притормаживать, чтобы... Почему нет обмена военнопленных? Ну, потому что Россия не хочет менять военнопленных. У нас... Я же был в лагере военнопленных в одном из... И делал огромное количество там материала. Репортаж был большой. Интервью с русскими пленными. Вы все это видели. Там миллионы просмотров. У нас уже разбухли лагеря от количества пленных. Россия не хочет менять. Почему? Ну, потому. Про Моргенштерна вопросы. Моргенштерна загоняют. Это понятно. В России есть определенная часть русской политической верхушки, которая хочет, чтобы вернулись те, кто уехал во время войны с Украиной. Это выгодно для режима. Они таким образом говорят, особенно выгодно, чтобы возвращались кумиры молодежи. Они таким образом говорят, вот видите, вот там такой-то, вот Рома Зверь. Вот он говорил плохо про армию, про СВО, про армию. А вот теперь вот он съездил на Донбасс к бойцам. И Роме Зверю теперь, да и группе Зверей теперь дают, пожалуйста, дают им стадионы. Все, мы вас простили. То есть у них схема такая. Приедь, покайся, съезди на Донбасс, условно говоря, к бойцам. И мы тебя прощаем, будешь опять зарабатывать деньги. Конечно, Моргенштерн уже давно за границей. Он еще уехал до войны в Дубай. И, конечно, он остался без заработка такого, как у него был в России. Он кое-что и наговорил против войны. И публичный шаг у него был такой в первые дни войны, когда я сказал в эфире телеканалу «Дождь», обращаясь к российской армии, и знаменитая эта фраза, которая вошла в анналы войны уже «Дуйте на отсюда, плохие люди», короче. Он это вставил в свой клип, дважды эту фразу. Поэтому, конечно, к нему вопросов у власти много. К нему даже Ксению Собчак прислали, чтобы поуговаривала его вернуться. Но он пока не возвращается. Посмотрим, что будет. Но они его загоняют, загоняют потихоньку. Даню Милохина этого загоняют, который тоже вроде и приехал, его чуть в армию не забрали, он тут же смылся обратно. Ну, это Россия, ребята, это Россия. Спрашивают меня, да, обязательно скажу по поводу заявления Владимира Зеленского о том, что сначала будем брать Крым, потом Донбасс. Что с Крымом легче, чем с Донбассом. Как скоро вы переобуетесь, ведь вам не привыкать. Мне интересны примеры. Вот прямо примеры моего переобувания. Пожалуйста, прямо сюда, чтобы все видели. Я всегда был последовательным. Всегда. Давайте примеры, тогда будет честный разговор. Значит, по поводу заявления Владимира Зеленского, что сначала Крым, потом Донбасс. Похоже, так и будет, потому что с Донбассом тяжелее. С Донбассом тяжелее, там очень сильно все укреплено, и там уже были активные идут, активные боевые действия. С Крымом будет полегче, и географически с Крымом будет полегче, потому что стоит нам выйти на административную границу с Крымом, со стороны Херсонской области, а мы движемся, движемся туда, движемся, и со стороны Запорожской области. По 100 метров, по 50 метров, с боями, но продвигаемся вперед, на левом берегу Днепра. И, так, Макс, сначала попробуйте взять. Ну, возьмем, возьмем. Вы не переживайте, мы свое все заберем. Наши русские, в кавычках, друзья. Свою все заберем, потому что свое забирается весело. То, конечно, тогда двухходовка просто. Подрывается Крымский мост, который мы подорвем стопудово, просто стопроцентно. И отрезается Крым от территории России. Поэтому, да, я согласен с этим утверждением Зеленского. Действительно, Крым полегче забрать, чем Донбасс. Ну, все будет потихоньку. Я думаю, что все будет то, что надо. Я уверен в этом. Вообще, если вы меня спросите, уверен ли я в победе Украины, абсолютно. У меня нет никаких сомнений, что мы победим. Мы не можем проиграть, и Россия не может победить.